Бисмиллях, альхамду лиллях, вассаляту вассаляму алирасулиллях. Сегодня я хотел бы рассказать один хадис, о котором ученые говорят «Умму сунна» — это «Матерь всей Сунны». Хадис, в котором заключается «Все основы исламской религии». Однажды сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сидели в мечети, и вдруг появился мужчина с истинно черными волосами, в белой одежде, на котором не было видно следов путешествия. Однако никто из присутствующих этого человека не знал. Он подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассаляму, сел рядом с ним и спросил «О Мухаммад, расскажи мне об исламе». И пророк, саллиллаху алейхи вассаляму, сказал, что «Ислам заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет достойного поклонения божества, кроме Аллаха». И выстаивал намаз, выплачивал закят, постился в месяц Рамадан и совершил хадж, если будешь иметь возможность на этом. Потом этот человек сказал «Ты сказал правду». И люди удивились, как этот человек задает вопросы, а потом подтверждает истинность, правильность ответов. Потом этот человек снова спросил «О Мухаммад, расскажи мне об имане, о вере». И пророк, саллиллаху алейхи вассаляму, сказал, что вера заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в посланников, в наступлении судного дня и в предопределенность дурного и хорошего. И снова этот человек сказал «Ты сказал правду». Потом этот человек спросил «О посланник Аллаха, расскажи мне о сущности Ихсана», то есть благочестия. И пророк, саллиллаху, сказал, что благочестие заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты его видишь, а если не видишь, знай, что он видит тебя. Потом этот человек спросил «А теперь расскажи мне о наступлении судного часа». И пророк, саллиллаху, ответил «Не отвечающий, не задающий вопрос, не знают об этом много», то есть не знают о его наступлении. Тогда этот человек спросил «Тогда поведай мне о признаках наступления судного часа». И пророк, саллиллаху, сказал, что признаками наступления судного дня будет то, что рабыня породит свою госпожу. И то, что ты увидишь, как босые, нагие, бедные пастухи, овец будут соревноваться в постройке высоких зданий. После этого этот человек ушел. Прошло несколько дней. Представьте, в обществе из подвижников идут разговоры, что это за человек, почему он приходил, что он задавал, почему он отвечал, пророку саллиллаху, что тот сказал правду. То есть такое в обществе, наверное, недоумение, непонимание, но никто не спрашивал пророку саллиллаху из-за уважения к нему. По прошествии трех дней пророк, саллиллаху, подошел к Умару и сказал, «О, Умар, знаешь ли ты, что это был за человек?» Умар сказал, «Аллах его посланник знает лучше». И пророк, саллиллаху, сказал, «Это был ангел Джабраиль, который пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии». То есть в этом хадисе заключается суть всей исламской религии. То есть человек, уверовав в Аллаха, уверовав в постулаты веры, в ангелов, в книги, в пророков, в судный день, в предопределенной судьбы, потом проявляет свою веру на действии в исламе, то есть он свидетельствует о вере, свидетельствует о своем принятии ислама. Потом выстаивает намаз, выплачивает закят, постится в месяц Рамадан, совершает хадж, если есть у него возможность. И потом он полирует свою веру, чтобы дойти до степени ихсан, чтобы поклоняться Аллаху так, как будто он видит его воочию. Но так как он не может увидеть его, он знает и он убежден, что Аллах всегда за ним наблюдает. После этого человек знает, что он получит свое воздаяние в судный день. В этом заключается суть всего ислама. Субханаллах, этот хадис, на первый взгляд, небольшой, но он раскрывает нам все постулаты веры. Субтитры создавал DimaTorzok